МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, Николай Николаевич. Добрый вечер. Мы действительно начнем с числа 92, потому что в понедельник у вас был прием граждан, на котором было принято 92 посетителя. Завелка, закончили вы прием граждан в 23 часа. Ну, это сверхнормы, это сверхурочные. У нас ведь сверхурочные не оплачиваются. Николай Николаевич, вот 92, это очень много. Не 92, а 96. 96, хорошо. Значит, еще 4 добавится к этому. Скажите, пожалуйста, по записи было всего 52 посетителя. Вы прекрасно знаете, что если говорить о том графике приема с 14 до 19 часов, который предусмотрен и распоряжением примара, и постановлением правительства, вот наибольшее число людей, которые можно принять за эти 5 часов, это 25-30 человек. Типичность вопросов, которые задавали вам горожане, она присутствовала. Это связано с наименьшей информированностью граждан, или, может быть, желанием услышать ответ именно от вас? Желание услышать ответ именно от меня. Поэтому я могу только этим объяснить, что такой поток людей, и вы знаете, я уже когда вышел в 23 часа, еще стояли две женщины, и говорят, ну, примите нас. Я уже на улице с ними стоял, беседовал. Они были вдвоем по одному и тому же вопросу. Но вопросы разного характера. Я не могу сказать, что вопрос там повторяется. Да, есть вопросы, которые повторяются. Но я не могу, конечно, все решить, но я стараюсь, по крайней мере, решать на месте. Вот возник вопрос, я его стараюсь решить на месте, поэтому я привлек к этим встречам всех, все муниципальные предприятия, все службы примарии, чтобы присутствовали всегда на встречах, чтобы мы решали проблемы наших горожан на месте, и не затягивали их, и не оттягивали. Те, естественно, проблемы, которые связаны с социальным жильем, с выделением квартир. Но не могу я сегодня решить этот вопрос. Я признаюсь откровенно и честно, что не строится сегодня в Бельцах жилье, к сожалению, чтобы мы могли как-то помогать данной категории людям в этом вопросе. Но я рассматриваю, сегодня ввел я переговоры о том, чтобы... Надо вернуться к тому, чтобы мы начали строить социальное жилье. Я думаю, в ближайшее время у нас уже будет какой-то определенный план. Он у меня, в принципе, есть. Я его привез из других городов, как там выходят с данной ситуацией. Он у меня есть в Черновиках, но я постараюсь его воплотить в жизнь в Бельцах. Мы начинали говорить о социальном жилье с Татьяной Борисовной Параскан, потому что это их епархия, это епархия их и управление социального обеспечения и защиты семьи. Потому что, может быть, мы будем говорить о жилье, доступном для горожан, потому что социальное жилье – это категория несколько другая. К сожалению, закон еще пока об этом поэтому не принят. Мы говорим о жилье, доступном для горожан. Правда? Да, совершенно верно. И тут сюда же надо входить, чтобы сюда входила категория «жилье для молодых специалистов». Потому что, если мы сегодня привлечем этим вопросом молодых специалистов, то, я думаю, в Бельцах мы, по крайней мере, решим кадровую проблему. Это очень важно. Наиболее часто задаваемый вопрос – это категории горожан, попадающих по доказанию льгот по оплате за вывоз мусора. Я хочу напомнить, что решением Совета 8.56 в марте месяце было решение, оно называется, об утверждении тарифов на вывоз муниципальных отходов. Действительно, есть тарифы по вывозу одного кубического метра отходов для лиц физических, юридических, для населения. И кто освобождается полностью от уплаты – это ветераны войны, и лица, приравненные к ним, полностью были освобождены от оплаты услуг по вывозу муниципальных отходов. В этом же распоряжении, в этом же решении Совета указана и социально уязвимая категория граждан. Я знаю, что вы очень тщательно подходите к подготовке распоряжения примара. У меня в руках только его проект, потому что утверждение перечня социально уязвимых категорий граждан для установления льготных тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов – это очень серьезный вопрос. И сейчас это нужно, чтобы были подключены сюда и работники ДРСУ, и, естественно, главное финансово-экономическое управление, управление коммунального хозяйства. И вот в этом перечне, который пока только проект, я подчеркиваю, у меня только проект в руках, то есть есть категории лиц, которые действительно пользуются льготным тарифом или будут пользоваться льготным тарифом. Насколько серьезно вы будете подходить? Вы каждую категорию рассматриваете отдельно. Это лица с тяжелыми ограниченными возможностями, дети с такими же возможностями до 18 лет. Когда мы увидим такое распоряжение уже в готовом варианте? Это, наверное, будет все-таки скоро. Я думаю, что это будет в ближайшее время, потому что мы это обсуждали, обсуждаем, и в самое ближайшее время это будет сделано. Да, то есть пока еще нужно оплачивать по тем квитанцам, которые приходят, а после ДРСУ сделают перерасчет по квитанцам согласно новому распоряжению о тарифах по перечне услуг для социально уязвимых категорий населения. Я говорю еще о том, что вот сегодня встретила инвалида первой группы Габи, Габриэла, она задала такой вопрос. Почему на почтовом отделении номер 7 берут 2 ле за оплату? Я имею в виду квитанция за вывоз муниципальных отходов. Мы с мужем оба инвалиды. Как нам жить на мизерную пенсию? Да, нам помогли с обустройством квартиры. Но прошу вас, разберитесь с материальной помощью. Также в прошлом месяце получили, а в этом не дают. Почему? Здесь как бы два вопроса. Это и почтовое отделение, и почему ей не выдали материальную помощь. Но если почтовое отделение, наверняка вы поясните. По почтовому отделению я сразу поясню. Значит, можно сказать, что это халатность руководства. Потому что мной было отдано распоряжение господину Хмарному о том, чтобы два лея людей на почте не взымалось. Чтобы это пошло на предприятие в... От предприятия договор был... Да, но нет. От предприятия заключила договор. И Хмарному доложили, насколько мне известно, на сегодняшний день, что это неправильно. Господин Чуприян, насколько я знаю, он виновен в этом. И я думаю, что он будет в ближайшее время дисциплинарно наказан. Потому что он ввел в заблуждение директора предприятия. Он замдиректора, отвечает за юридические вопросы. Вместе с юристом, ввели в заблуждение руководства ДРСУ о том, что это незаконно, что с людей надо взымать два лея. Я говорю, что это неправда, что были превышены полномочиями, как юристы, так и замдиректора, о том, что эти два лея должны было ДРСУ взять на себя. И они не должны были взыматься почтой с людей, с наших горожан. И вчера господин Хмарный получил на этот счет мои четкие указания. И вчера до вечера, насколько мне было известно, в дополнение к договору с почтой было подписано соглашение. С 1 июля два лея взыматься с людей не будут. Но еще раз повторюсь, что в этом вина. Ни в коем случае я ни с себя не снимаю никакой ответственности. Это и мое упущение, потому что мне господин Хмарный доложил, что два лея с людей не взымаются. Но вот сейчас вы говорите, и вчера я разбирался уже по этому поводу. Мне и на почту написали, потому что я читаю свою почту постоянно. Мне и на почту написали люди, что взымаются два лея. Вчера было создано экстренное заседание по этому вопросу. И я сказал, чтобы подошли очень серьезно. И виновных должны быть наказаны. Потому что из-за двоих человек, таких как замдиректора Чаприян и юрист, пострадал весь город. По-другому я назвать не могу. Из-за халактности двух чиновников. Ну, наверное, и предприятия, потому что не все имеют возможность оплачивать. И когда еще просят два лея, то это тоже вказывает. Совершенно верно. Правда же, нет доходов. Совершенно верно. Вы говорите, но просто вы понимаете, что два человека ввели в заблуждение у директора. Директор виноват в том, что он не проверил данную информацию. И когда они мне доложили, что это незаконно, то я сказал, они законы плохо знают тогда. И надо еще тогда учиться обратно, вернуться в университет. Ну, я думаю, что у вас будет такая возможность. Юрий Николаевич, у меня есть договоренность. На среду мы встретимся с ним в этой же студии. Такой будет программа «Диалог», и мы узнаем более подробно информацию именно от него. Многодетные семьи также обращаются, очень часто просят уточнить, какие пособия им положены. Я сегодня перед эфиром заглянула в наше управление социального обеспечения защиты семьи. И мне сообщила Надежда Степановна Краженовская, что для того, чтобы выяснить все пособия, которые положены многодетным семьям, вам необходимо обратиться в управление с заявлением. К вам придут специалисты на место и поясняют абсолютно точно, какие пособия сегодня положены многодетным семьям. Буквально сразу же к нам пришел вопрос точно так же. Я инвалид первой группы, раньше платила 6,40, а сейчас 11 лев. Из дома не выхожу и очень мало выкидываю. Будут ли льготы? Оставлен телефон, с вами свяжутся. Нет, я могу ответить сразу по этому вопросу. Человек, тут пришла квитанция за два месяца, за май и апрель, поэтому и пришла сумма в 12 лев. Просто внимательно посмотрите квитанцию, что там оплата за апрель и май, за два месяца. Спасибо большое. Он есть телефон, так что все равно мы свяжемся. Если нет, то передадим этот вопрос еще Юрию Николаевичу, когда он будет у нас на эфире. Николай Туркан прислал нам вопросы с Фейсбука, но мы к нему вернемся чуть позже, потому что этот вопрос касается спорта. Немножечко позже. Не переживайте, все ваши вопросы мне передают 88-155. Николай Николаевич, целый ряд вопросов по водоканалу. Почему не снимают пломбу бесплатно, имеется в виду? И почему не занимаются поверкой счетчиков сами, то есть само предприятие водоканал? Ну, я объясню этот вопрос, потому что может логично где-то снимать пломбы, логично проверять счетчики за счет водоканала, но это если бы было включено все в тариф. Тогда, да, естественно, снимали бы бесплатно, и также на поверку отдавали бы счетчики. Но в тариф за оплату воды не включено. За водопотребление, да? Да, за водопотребление не включено данный вид услуги. Поэтому это все осуществляется за счет абонента. Вы приехали на передачу буквально после заседания комиссии по итогам работы счетной палаты. О некоторых результатах, если можно сообщить, я говорю о той счетной палате, которая работала по водоканалу и не только. Ну, счетная палата работала по всей республике, и в том числе и в муниципе Беллс. Что я могу сказать, это сегодня было предварительно слушание, где собрались наши специалисты, представители счетной палаты, зачитывали свой акт. Наши специалисты по каждому вопросу, где были согласны, где не согласны, в споре рождается истина, где согласились, сразу убирали, где не согласились. Но окончательное заседание счетной палаты, это будет в 20-х числах в Кишиневе, когда уже полностью итоги по всей стране будут. И когда соберется уже президиум, тогда уже будут выводы счетной палаты. Ну, а у нас обязательно будут опубликованы на сайте Примогии, как обычно, все результаты счетной палаты. Несколько вопросов по поводу дорог я хотела бы не только, и не только, но к дорогам вернемся позже. До эфира я хочу сказать точно так же, связывала я с Юрием Николаевичем Хмарным, и просила, чтобы он пролил свет на ситуацию с задержкой заработной платы. Здесь вопросы и водоканала, и заработной платы. Сейчас выплата идет, мне сказал Юрий Николаевич, за май месяц. По сути дела, задержка в один месяц. И напомню, что до того, как он пришел на эту должность, задержка составляла 4-5 месяцев. Сейчас это ликвидируется. И вот эта задержка всего в один месяц, ну, всего, наверное, тоже сказать так сложно. Но ситуация на водоканале несколько другая. Скажите, пожалуйста, какова задолженность сейчас на водоканале, и как вообще поддаются заявки водоканалам на выдачу заработной платы людям? То есть это не просто желание или нежелание директора выдавать заработную плату? Там есть своя схема в связи с тем, что счета заблокированы. Совершенно верно. Директор здесь ни при чем. В данном случае по водоканалу. Тут собирается, задолженность собирается за 2 месяца на водоканале. Потом подается в суд, и только по решению суда выдается заработная плата. Ну, бывает, что задержка-то только из-за судебных разбирательств. Но суд всегда идет, по последним данным, идут на встречу за 2 месяца, они разрешают разблокировать счета, и людям выдается заработная плата. То есть один раз в 2 месяца можно получить сразу за 2 месяца? Совершенно верно. Но, опять же говорю, тут все решает по решению суда. Вот суд назначили, к примеру, на 22-й, он состоится 22-го, никак не раньше. Но бывает такое, что судья может и забылить, и перенести заседание. Все по решению суда. Ну, сегодня невозможно обойтись, не обойтись без вопросов, касающихся дорожного ремонта. Вопрос задает Юлия, вопрос читателя газеты СП. Мы сотрудничаем очень хорошо с газетой СП. И, кстати, сразу всем СМИ хочу сказать. Если вы хотите получить информацию достоверную, подробную, с ответом, который действительно соответствует действительности, а никак не домыслы, то можете оставить ваше сообщение в письменном виде, либо в 223-м кабинете, либо отправить на адрес dsrp.primaria. И вам ответят. Ваше письмо будет зафиксировано. Запишите, пожалуйста, адрес dsrp.primaria.sobachka.balti.md. Итак, вопрос. Можно ли указать сроки проведения работы на улице Штефана Челмаре? Конкретный. Наверное, можно было бы. Или то, что касается договора. Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, я очень прошу показать оператора три фотографии, которые сняли мои коллеги. Это улица Штефана Челмаре. Если можно еще, да, покажите поближе, пожалуйста. Угол улицы Первомайской, где ведутся вот такие ремонтные работы. Вот так обстоят дела у нас сейчас на этом перекрестке. Тут прекрасно все видно, как ходят рабочие. И слой асфальта уже был закончен. Перекресток. Кстати, знак пока еще стоит. Его никто не повалил. Вот такова ситуация. Николай Николаевич, что вы можете пояснить? И зависят ли от этого сроки ремонта улицы Штефана Челмаре? Давайте постепенно, да? Да, конечно, конечно, возьмите. Это очень красочный. Давайте начнем с этого вопроса, да, с красочных картинок. С красочных картинок. Потому что люди говорят, куда смотрела премария. Сначала сделали дорогу, а теперь они взяли и все это раскурочили. Знаете, легче всего, конечно, в этом случае винить премарию. Но я бы сказал по-другому. Последние 25 лет, наверное, дороги никто не делал. И когда мы после 2015 года начали делать дороги, и естественность, что сегодня столько возникло вопросов. Что касается конкретно этого случая? Что я могу пояснить? Я могу пояснить, значит, если разбираться со стороны профессионалов Четнорда. Ну, вы знаете, что было времени, наверное, много, да, чтобы они проверили свои сети. И не знаю, почему так произошло со стороны Четнорда, но они сделали опломбировку своих труб, и трубы не выдержали, дали течь. И, естественно, они вскрыли дорожное, которое было уже положено покрытие. И вот этим видим сегодня вот эти картинки. Что я могу сказать? То есть это не вина премарии? Что я могу сказать? Это не вина премарии ни в коем случае. Это и не вина Четнорда, но здесь просто чистое хамство. По-другому я сказать не могу, потому что руководители Четнорда не соизволили поставить в известность руководителей города, то есть руководителей премарии. Не меня, не зама моего, не Зиньковского, кто отвечает за это, не Брагарь, но и специалистов никого. Как это называть? Ну, по-другому, извините за мой, конечно, жаргон хамства, я по-другому не могу назвать, потому что ко мне всегда приходили и новый руководитель Четнорда, и зам его приходил, и мы нашли нормальный диалог. Но я сегодня вижу, что руководство Четнорда, наверное, преследует опять какие-то политические вопросы, потому что, ну, не поставить в известность, взять разрыв, я понимаю, что у них пошла течь после опломбирования их труб, но надо было как-то сообщать этот вопрос, решать. Нельзя было вот так делать. Понимаете, тем более утром в среду я задавал вопрос, что с плиткой, которую они сняли, и поставили до сих пор. Но там были только знаки, я напомню, там было буквально 3-4 знака снято. Совершенно верно. И тут они берут после обеда, берут, вырезают это все и устраняют свою течь. Но я вот этот случай, конечно, взял под особый контроль, и я посмотрю на руководителей Четнорда, как они дальше будут, будем так говорить, проявлять такое хамство и неуважение. Но здесь одним только, тут надо заново перекладывать все. Здесь будет все заново переложено, я проконтролирую, чтобы этот участок дороги ни в коем случае не дал осадку. Понимаете, сегодня, конечно, много насчет дорог спекулируют. И спекулируют в прежнюю очередь, знаете, наверное, еще, скорее всего, не вышел с избирательной кампанией Александр Усатый, который позволил себе какие-то колкости высклаживать в том, что у нас нет специалистов, у нас нет хозяина, кто может принимать дорожное покрытие, дорогу Штефан-Челмари, потому что у нас собираются лужи. Вы знаете, я бы хотел посоветовать Александру Федоровичу Усатому, чтобы, скорее всего, он пошел работать преподавателем в среднюю школу. Ну, по-другому я назвать не могу. Или пускай выйдет уже с предвыборной кампанией, занимается конкретно какими-то делами. А он, знаете, чем занимается? Он пишет по 20-30 запросов на имя Примара, и плюс он начинает умничать у нас в области того дорожного покрытия. Так вот, я бы ему хотел сказать, что в Бельцах начали строить, заниматься капитальным ремонтом дороги, дальше мы продолжаем ямочный ремонт, дальше мы пойдем, начиная с БАМа, делать внутриквартальные дороги. И, конечно, это неинтересно для Александра Усатого, потому что ему не выгодно, чтобы мы этим занимались, и мы шли вперед, а он там сзади где-то что-то там кричал, извините за резкость. Но дайте я закончу и скажу ему, что в Бельцах 260 километров дорог. И всего лишь 40 километров ливневой канализации, понимаете, к сожалению. И на улице Первомайской, если вы знаете ресторан «Маэстро», там всегда собиралась лужа. Но когда сделали со Штефаном Челмаре съезд, да, ошибка, но мы же не платим за эту ошибку. У нас есть время до конца июня, понимаете. И мы сделаем там и устраним, что лужи не будет, так же, как мы устранили возле магазина Европы. И когда в следующий раз Александр Усатый захочет какие-то колкости выпускать в адрес Примара или в адрес Зиньковского, вы знаете, пускай найдет себе площадку, наверное, какую-то другую. Или пускай займется конкретным делом и перестанет заниматься предвыборной кампанией, потому что до парламентских выборов еще далеко. А то, что он сбитый летчик уже, это уже всем понятно. Николай Николаевич, я хочу вернуться к нашим дорогам, тем более, что вы говорили о том, что начнут делать внутриквартальные дороги. Вот буквально сегодня ДРСУ строго по плану идет. Сегодня они завершали улицу Софью Ковалевской, они занимались заменой ливневой канализации. Совершенно верно. И торопятся завершить ремонт улицы Аэродромной, чтобы дать возможность фирме-дорожнику заасфальтировать мост. То есть там еще возник вопрос и с мостом. То есть мост тоже будет завершен. Вот мы договорились с экономическим агентом, это не входило в план, но мы договорились от круга, экономический агент должен зайти был до круга, который, кстати, при управлении Александра Усатого был капитально отремонтирован, где-то последний в каком он состоянии. И мы решили, что ДРСУ пройдет там пломбами, а сверху дальше эта компания зайдет и выровнит 4-сантиметровый слой, чтобы мост был готов к эксплуатации, и этот кусок дороги, чтобы мы уже за него забыли. А не так, как они делали до сих пор, и что торчат сегодня полностью, нету полотна, и торчат только металл оттуда, торчит и пробивают люди шины свои. Еще один вопрос о внутридомовой дороге. Ксюша Ксюша на Фейсбуке оставила такой вопрос. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, когда нам отремонтируют внутридомовую дорогу по улице Штефа на Чалмаре 1, мы 15 лет пишем письма в премарию и никаких результатов. Ну, видите, Ксюша, спасибо вам за вопрос, Ксюша, потому что 15 лет вот вы признаете, что в Бельцах не делали дороги, понимаете? Я вам могу сказать однозначно, что мы буквально вот с середины, с начала июля, мы начинаем заходить на микрорайон БАМ, улица Болгарская, 19 дроби, к которой люди обращались 25 или 30 лет, что не было дорожного полотна. Мы начинаем оттуда, идем по БАМу. С БАМа будем переходить параллельно сюда, ближе к центру. Будем идти, то есть, двумя звеньями рабочих по дорогам. Одни будут заниматься внутрь кварталка, другие будут заниматься дальше. По плану идти ямочным ремонтом, потому что, вы знаете, у нас есть, надо заканчивать и Пушкина до конца, закончить улицу туда, которая выходит Калинина. есть у нас, есть у нас чем заниматься, план работы. Поэтому мы решили, было, мной было принято решение, что мы разделимся двумя звеньями и пойдем дальше выполнять. Одни пойдут делать, начиная с БАМа, другие пойдут дальше ямочным ремонтом. И, Ксюша, я вас уверяю, что мы сделаем город, и мы все равно закончим, и у нас у всех внутрь кварталки будут сделаны. Я не обещаю это только, чтобы меня правильно поняли. Я это не говорю, что мы это сделаем за один месяц. Мы будем идти постепенно, останавливаться мы не будем. Да, то есть я хотела именно это причнуть, что Стефа начал в маре один. Если даже его нет в плане, то он войдет в план на следующий месяц. Как бы не хотели оппоненты, которые остались там за бортом, типа Усатова, но мы все равно будем, Александра Усатова я хотел сказать, мы все равно будем идти вперед, продолжать на радость нашим бельчанам. Значит, мы можем ответить на вопрос Юлии, которая оставила свой запрос в газете СП. В принципе, сроки проведения работы на улице Стефа начал в маре, это конец июня. Ну, по договору, 19 июня. 19 июня. Как будет дальше раскладываться ситуация, посмотрим вместе с вами. Юлия задает вопрос о том, что мы живем на улице Белякова, выходим на остановку аэропорт, вечером после 7 уехать очень тяжело. Маршрутки хочу еду, хочу не еду. Сегодня ругались с первым номером маршрута. Не хотел ехать на аэропорт. Троллейбус? Нет, 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 автобус. Это еще автобусы, потому что... Аэропорт, да. Купили проездной на июнь, только деньги выкинули. Мы оказались заложниками этого ремонта. Где узнать сроки сдачи дороги, что делать с проездными? Юлия, мы обязательно ответим на ваш вопрос после короткой рекламы. Не уходите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, мы вернулись после короткой рекламы. Подводим итоги недели. Вместе с премаром Муниципиа Белл Николаем Николаевичем Григоришиным до ухода на рекламу мы задавали вопрос Юлии, которая просила уточнить и с проездными, и как же быть с маршрутчиками, которые хоть хотят и едут, хотят и не едут. Николай Николаевич, что можно пояснить? По маршрутчикам хотят едет, хотят не едут. Я вам обещаю, что на ближайшей комиссии по безопасности движения я обязательно подниму этот вопрос и виновные будут наказаны и о хамстве, и о том, почему не выполняют свой маршрут до конца. По проездным билетам я вызывал к себе руководителя предприятия. Они соберут комиссию и комиссионные должны будут сделать решение о том, чтобы, я так думаю, чтобы компенсировать не в денежном выражении, а людям заменить проездные билеты на следующий месяц, к примеру. Когда дорогу запустим, мы этот вопрос уже полностью... То есть будем ждать решения комиссии? Да, решения комиссии обязательно мы будем ждать, но я думаю, что комиссия примет правильное решение, и когда запустим дорогу, этот вопрос мы поднимем заново, и люди, которые пострадали от того, что была закрыта дорога, и купили проездные билеты, я думаю, что мы рассмотрим, и найдем выход из положения. Банк построен намного позже, спрашивает Евгения, чем восьмой квартал, и почему-то на триквартальной дороге ремонтируют только там. Живу по улице Бориса Главана, 27. 52 года не делали дороги, уверяет нас Евгения. Оставлен номер телефона, можно будет с ней связаться. Евгения, я вам отвечу. Видите, у нас люди, бельчане, сколько я говорил, ну невозможно наших бельчан обмануть. Вот на таких, как Евгения, держатся бельцы, потому что вот, когда мой оппонент говорил, что они предыдущие сроки, когда он управлял вице-примарем, был усатый Александр, и что они делали дороги, он, видите, опять врал. 52 года Евгения говорит, что дороги не делали. Евгения, мы вернемся к вам, я запишу у вас обязательно телефон. Почему с БАМа? Потому что я и на восьмом квартале, я вырос на восьмом квартале, и сейчас при Пюридову компанию я ходил, наверное, мы с вами встречались. Мы начнем с БАМа, потому что было так принято решение, и есть проектно-сметная документация на то, чтобы начать именно с БАМа. Что касается капитального ремонта, к примеру, дорог. Что касается внутридворовых, то начнем с БАМа, и потом постепенно пойдем во весь город. Ну, обязательно мы зайдем и на Бориса Главана также. Ну, на восьмом квартале делалось внутрикварталка, на улице Гречка, я помню, делали внутрикварталку. Ну, значит, есть еще один адрес, Главана 27. Стрийская, 17. Едут по тротуарной дороге, нет бордюра. Когда у нас сделают? Позавчера был дождь, все залило. Люди прыгали через перила. Обращалась на прошлые передачи, пишет Светлана. Так никто и не пришел. Очень ждем. И ничейная улица внутри квартала, та же, наверное, улица Стрийская, до сих пор не убирают прибордюрный мусор. Николай Николаевич, два вопроса в одном. Значит, начнем со второго вопроса. Может быть, там же оставлен уже телефон? Бордюрный мусор, насколько я знаю, там находится, я поднимал этот вопрос, вы уже задавали этот вопрос на прошлой передаче, насколько я помню. Там должны убирать эту территорию экономические агенты. Начинается она с астостоянки, затем идет, насколько я помню, там магазинчики. Вот по договору должны убирать прибордюрку, это экономические агенты. Я обязательно возьму этот вопрос на контроль, и я вам обещаю, что экономические агенты начнут выполнять свои обязанности буквально уже с понедельника. Не обещаю завтрашнего дня, но с понедельника я вам обещаю. По тротуару, по Стройской 17. По Стройской 17, я зайду к вам лично. Есть телефон? Есть телефон, Светлана оставила телефон. Я зайду к вам лично, мы вместе пойдем по улице Стройской 17, надо будет пригласить руководителей. Я люблю гулять по городу и общаться с горожанами, в отличие от руководителей, которые что-то боятся выходить куда-то к людям. Это надо менять уже, это неправильно. Я уже говорил, что у нас будут внутридомовые собрания, где будут участвовать все директора муниципальных предприятий и премарии также. Зинаида уверяет нас, что вопрос в обращении работников с гражданами. Может, поэтому столько возникает вопросов и почему она так говорит. Вчера была по поводу мусора в ДРСУ. На вопросы Таефе мне ответили. Идите, платите, не спрашивайте. Такой закон, идите отсюда. Так уверяет Зинаида. И вот что можно ответить ей или кому будет передан этот вопрос. Телефон также оставлен. Зинаида, я извиняюсь за сотрудников ДРСУ, кто невежливо и неправильно и хамит нашим бельчанам. Я передам, мне переведут, вернее, ваш номер телефона. Я встречусь с директором ДРСУ, с Хмарным. Я думаю, что мы решим данный вопрос, почему людям хамят и почему не объясняют, почему тот тариф или иной. 22-й автобус. Мы, пенсионеры, должны сидеть на коленях и в такую жару ждать автобуса. Можно ли добавить остановку на улице Павел Боцу? Вообще, кто у нас занимается остановками, добавлением, Николай Николаевич? Комиссия тоже. Это комиссия по безопасности движения. Я тоже вам передаю все вопросы. Вы добавьте мне... Ну, это тут комплексный вопрос. Тут, начиная с архитектуры, заканчивая комиссией. Здесь за один день добавить остановку невозможно, но этот вопрос мы обязательно вынесем и зададим этот вопрос. В прошлом году был решен вопрос по поводу остановок однотипных пунктов. Совершенно верно. Этот вопрос был решен в прошлом году. Вы имеете в виду архитектурные... Аднотипные, архитектурные сооружения? Да, совершенно верно. Вчера мы встречались с Вячеславом Михайловичем Кадо, и мы приняли решение, что надо быстрее воплотить в жизнь данный проект, и, я думаю, что в ближайшее будущее люди уже будут видеть. И начнем, наверное, с тех основок, от которых являются конечными, особенно третий маршрут. Конечные, новые. Потому что от этого вошли разговоры. Кашемякин Сергей. Вопрос на фейсбуке. Группа жителей Угольник обращалась в премьерие по вопросу о ситуации на перехрестке улицы Когульской и Троян. Где были многочисленные случаи наезда на пешеходов на пешеходном переходе? Есть ли возможность установления там светофора? Опять же, светофору это надо выносить на комиссию по безопасности движения. И согласовываться со службами. Ну, это тут есть. Тут вопрос не пяти минут. Давайте мы опять этот вопрос же рассмотрим и будем решать его комплексно. Анатолий спрашивает. Ищу данные о моем деде, который похоронен на кладбище по улице Сорокской. Ни даты рождения, ни даты смерти не знаю. Он скончался долго до моего рождения. Знаю только фамилию, имя и отчество. Есть ли где-то информация о захороненных на этом кладбище и как это можно узнать? Спрашивает Анатолий. Ну, скорее всего, информация, я сейчас сомневаюсь в правильности своего ответа, но по логике вещей, я думаю, что информация должна быть или же на предприятии ДРСУ, кто занимается кладбищем, или же это должна быть в архиве у нас, архивная какая-то должна быть запись. Да, я очень прошу, Анатолий, вы оставляли свои данные в газете СП, если вы хотите получить подробный ответ, обратитесь к нам, и мы обязательно ответим вам. Оставьте хотя бы свой номер телефона, и тогда можно будет с вами связаться, когда... А пока вопрос, наверное, будет передан в архивную службу и в ДРСУ. У нас еще есть вопросы, я говорила, что Николай Цуркан с Фейсбука задавал такой вопрос. Вопрос к Примару. Где спорт в Бельцах? Почему к чемпионату мира ничего не сделано? Городок или что-то подобное? Почему футбол забросили вообще? Давайте я отвечу на этот вопрос господину Цуркану. Вы знаете, наверное, господин Цуркан, что Ренат Усатов в прошлом, когда был у нас чемпионат Европы по футболу, мы на площади собирались и сделали там городок, фангородок, там торговалось напитками, кухней. И знаете, к моему сожалению... Он был пуст почти. Ну, не был он пуст. Наши оппоненты пожаловались в ЧИНИА, в прокуратуру ЧИНИА, в следственные органы, на каком основании выделили под... Там большой экран был, ну, там сейчас, естественно, торговля. На каком основании, почему конкурса не было на выделение места на площади для такого развлекательного мероприятия. И тогда Ренат Усатов был мэром, к нему задавали очень многие вопросы с правоохранительными органами. Вы знаете, к моему сожалению, я сейчас точно не могу утверждать, но там вроде бы даже возбуждено уголовное дело. То, что почему мы не подготовились к чемпионату мира, вы знаете, ну, может, это мое упущение, что конкретно мы не подготовились, не сделали какую-то площадку для того, чтобы у нас на больших экранах смотрелся футбол. Ну, напомню господину Цуркану, у нас в примарии, то есть в муниципе нет в собственности LED-ов, к примеру, и больших таких, как это должно осуществляться, площадок. Мы всегда покупали, что касается концертов, мы всегда покупали, то есть мы, я не говорю сейчас в примарии, все покупал лично Ренат Усатый и устанавливал в городе. Чтобы установить такой LED, это надо, ну, минимум в районе 5000 евро, это просто звук и... И экран. И эти экраны, да, там состоит из 8 там LED-ов. Сегодня, естественно, в примарии не запланированы данные денежные средства, и за счет примарии сделать нельзя. Ну, и плюс то, что говорили, хватит нам развлечений, дайте нам что-то, или дороги делайте, или еще. Мы пошли по пути делать дороги. А то, что если вот господин Цуркан говорит, давайте мы встретимся, поговорим на эту тему, мне самому интересно. Вы говорите, где спорт в Бельсах, но если спорт, если нет спорта в Бельсах, то я тогда не знаю, в каком у нас городе есть спорт. У нас сегодня есть и борьба нормальная, и плавание мы вывели с 800 тысяч лей, которые сдавал бассейн, сегодня сдают около 2,5 миллиона выручку. Плюс у нас впервые попали дети пловцы в сборную Молдавии, также у нас бокс в прекрасном состоянии. Мы сейчас строим новый зал бокса на территории бывшего ДК, завода Ленина, ДК Рео. Выделены уже финансовые туда средства. Также мы очень много уделяем внимания нашему баскетболу, настольному теннису. Совершенно верно. Как же, господин Суркан, вы так несправедливо говорите, что в Бельсах нет спорта. Это, по крайней мере, несправедливо. Если сравнивать до 2015 года и после 2015 года, у нас в Бельсах есть спорт. Насчет того, почему забросили футбол, я так понимаю, это почему я лично забросил? Скорее всего, да, потому что не сказано. Господин Суркан, я вам отвечу так. Если вы помните, то я руководил футбольным клубом «Заря». При мне футбольный клуб «Заря» выиграл кубок Молдовы по футболу. Также он участвовал в европейских кубках, как и в позапрошлом году, и в прошлом году. Я руководил, и все было нормально. Но потом вы же, телезрители, вы же болельщики, сказали, что, Григорий, что уходите из футбола, хватит путать политику и спорт. Я вышел из футбола, из футбольного клуба «Заря». Да, я встречаюсь с футболистами, да, я встречаюсь с руководством. Меня просят вернуться обратно в команду, но сегодня я не могу этого сделать. Ну, что я сегодня примар, и конфликт интересов я не имею права. И то, что финансы, может, человек спрашивает за финансы, но давайте опять же с третьим обсудим. Может, вы, господин Суркан, хотите поучаствовать с нами вместе по финансированию футбольного клуба «Заря». Давайте поучаствуем. Я вам могу напомнить, что в школе футбола обучается больше 200 детей. И то, что дети ездят сегодня на турниры, все за счет Рената Усатова. Транспорт бесплатно, питание в день транспорта бесплатно. Тренировочные процессы проходят бесплатно, без денег. Плюс форма игровая у детей. Также мы одеваем школу нашу. Это больше 200 детей. Тоже посмотрите, это расходы. Поэтому спорт никто не оставлял. Я говорю, если есть какие-то личные, почему я ушел с футбольного клуба «Заря». Плюс, наверное, вы знаете, что произошло. Что бухгалтерию, счета бухгалтерии, все арестованы в футбольном клубе «Заря». Вся документация изъята прокуратурой ЧНИА по какой-то жалобе, что в футбольном клубе «Заря». Тогда был Николай Григорьевич. Но Николай Григорьевич ушел. Давайте вернемся к детям. Тем более, у вас осталось еще одно число. У меня 625. Надеюсь, вы это помните прекрасно, потому что это то количество детей, которые, опять-таки, подчеркну, бесплатно будут отдыхать этим летом в лагере «Олимпиец». Официальное открытие первой смены прошло 13-го числа, 11-го – первый заезд. И вот каковы ваши впечатления? Хотя нет, сначала я скажу. Когда вы вышли из столовой, вы даже там надолго не задержались. Вы сказали, что все, я спокоен за питание детей. Почему вы так сказали? Вы знаете, я увидел тот коллектив, который находился на пищеблоке. Я этот коллектив знаю, потому что я хожу по учебным заведениям, по нашим школам. Также посещаю постоянно пищеблоки, проверяю, в каком они состоянии, в какой готовности. И который коллектив тех людей, которые я увидел в нашем детском лагере, вы знаете, поэтому я сказал, ну, это прекрасные профессионалы своего дела. Это дети, я уверен, будут накормлены. Дети будут… То, что добавка будет у детей постоянно и всегда, я точно знаю, но качеством еды они будут всегда довольны. Тем более заведующая столовая, я там увидел, Марину Григорьевну Осаяну, который правильно ставит работу свою, требует от подчиненных, и к себе всегда очень строга. Ну и те люди, которые осуществляют непосредственно приготовление пищи, это высокие профессионалы своего дела. Я им очень благодарен, что они летний период, мало того, что они работают весь учебный год у нас, то, что они летний период решили посвятить свое умение в приготовлении пищи, чтобы наши дети были накормлены, сыты. Для меня это очень большая радость, и я горд за то, что у нас сегодня есть такое питание, так будем говорить, качественное питание и вкусное питание, что наши дети будут сыты. И плюс то, что вы сказали, 625, да, в прошлом году было 425 детей, и нами было принято решение увеличить на 200, было 3 заезда в прошлом году, в этом году мы увеличили на 4 заезда и на 200 детей больше, и лагерь будет работать у нас до 4 августа. Ну, дальше, скорее всего, мы будем рассматривать вопрос, что заедет еще одна смена спортсменов в этот летний лагерь, и дальше, также на следующий год, я думаю, что мы увеличим, и у нас будет полностью 3 месяца работы нашего лагеря, потому что он сегодня востребован, знаете, в те годы, ну, неохота шли дети туда. Сегодня у нас нет отбоя детей от родителей, чтобы они отдохнули в нашем лагере, потому что, да, вы правильно заметили, он единственный остался на территории нашей республики, бесплатный, то, что на себя взяло полностью муниципе, оплачивать данные путевки за наших детей. Да, это замечательно, тем более, что там есть новые приобретения, 3 открытые беседки, впрочем, те, кто следят за новостями, наверняка тоже обратили на это внимание. Ребята там с удовольствием, их хорошо себя чувствуют. Я добавлю, вот ко мне обратились сами дети, уже в лагере будучи, дедя Коля, сделайте нам, пожалуйста, чтобы у нас был навес. Я сначала, я уже понял, я говорю, где, нет, я задал вопрос, а где у вас происходят дискотеки? Они говорят, здесь, на вот, на... На плацу, ну, или площадка. На плацу, правильно вы говорите, где плитка выложена, вот здесь происходят танцы. И вчера был сильный дождь, и танцы от дискотеки отменились. Говорят, а если был бы навес, то дискотека была бы. И вот я говорю, что наша задача, опять же, до следующего года сделать навес, легкой конструкцией, чтобы наши дети, которые отдыхают в нашем лагере, даже независимо от погоды, там можно устраивать любые спортивные мероприятия под навесом, даже если идет дождь. Но самое главное, конечно, для детей, это наша дискотека. Это танцы. Это дискотека. Хорошо, значит, тем более, что вы загадали это в качестве, пройдя через ворота желания. Совершенно верно. Изумительная придумка воспитателей, начальника смены, великолепная. Веришь, не веришь, не важно. Сто тут и прошел, и сразу поднялось настроение, сразу родились еще идеи. Нам продолжают поступать вопросы Наталья Степа, или, извините, наверное, так, Фейсбук. Когда отловят бездомных собак, невозможно выйти на улицу, на всех кидаются. А если собака укусит беременную женщину или ребенка, на чьей совести будут последствия? И Александр Бельцы сразу спрашивает тоже с Фейсбука, будете следить за чемпионатом мира по футболу? Может, вы уже следите? Я слежу за чемпионатом мира по футболу, конечно. И что с бездомными собаками? Ну, я бы хотел еще по чьему-то миру по футболу сказать, что вы, наверное, заметили, что я ухожу на работу рано утром и прихожу поздно вечером. Когда мне удается, то я включаю телевизор и смотрю, конечно, матчи. Вчера я смотрел матчи, болел, естественно, за сборную России. И мне было очень приятно, что с огромным счетом 5-0. И я надеюсь, что у сборной России получится выйти из группы, потому что впереди очень серьезный матч и с Египтом, и с Урагваем. Думаю, что тренерский штаб поставит все правильно, проставит акценты. И думаю, что сборная России выйдет. Я говорил неоднократно, сегодня Геннадий Шмульский встречались, Геннадий Шмульский, Радикова и представитель корпуса мира по поводу собак. Вы знаете, было принято решение, нам помогут очистить ту территорию, которая находится, где наша больница, где размещается сегодня часть карибенеров, я уже об этом говорил. Нам помогут очистить помещение, мы будем отлавливать туда собак, стерилизовать их, чиповать их. И дальше мы нашли выход из положения. Он недорогостоящий, но все равно он требует привлечения инвестиций. Это мы наблюдали такой, будем так говорить, питомник или временное содержание собак. Пока строят наш питомник на Молодого, я вижу себе, что, скорее всего, мы пойдем по этому пути. Отгородим сеткой, построим вольеры, крышу и временно будем содержать там собак. Я понимаю, что сегодня это большая проблема. И для защитников животных, вот в понедельник буквально ко мне на 13 часов собирается Сбельс общество защиты животных. Там будут представители разных профессий, так понимаю. Сегодня мы созвонились, вернее, они мне позвонили на мой мобильный телефон. И мы договорились о встрече, потому что им нужна срочно эта встреча. Я пообещал, что в понедельник я привлеку всех еще специалистов, чтобы мы комплексы решили эту задачу. Ксюша возвращается к вопросу. Спасибо вам за понимание. К сожалению, я не смогла отправить вам фото нашего двора после вчерашнего дождя. Его ужас, будто после бомбардировки. Наши детки бегают по лужам и грязи, а не по чистому двору. И грустный смайлик. Ксюша, я приду к вам во двор, вот как я приду на Стройскую 17, так я приду к вам во двор. Я не могу пообещать... Есть телефон же, да? Нет, она на Фейсбуке, может быть, предыдущий, не помню, оставила или нет. Ксюша, если можно, оставьте ваш номер телефона. Я приду к вам во двор, мы вместе выйдем во двор и посмотрим, что можно сделать, так же, как и на Стройской 17. Но еще раз повторю, дорогие бельчане, чтобы сделать все дороги в нашем муниципе, нам надо 2,2 миллиарда лей. Но это по минимуму, а так в идеале 3,5 миллиарда лей. Естественно, вы поймите, что этих денег сегодня в бюджете нет. У нас всего бюджет составляет 500 миллионов лей. На дороге выделяется 15 миллионов с Дорожного фонда, 10 миллионов мы выделили с муниципального бюджета. Также 3 миллиона мы сейчас выделили, чтобы закончить от круга до конца моста. Я все понимаю, я вам говорил и говорю, я за то, чтобы у нас дороги были идеальны. Давайте начнем постепенно. Если бы 30 лет делали хотя бы по 2 дороги в год, у нас сегодня не было бы такого плачевного состояния. Я говорю, да, я прошел не все, но большую часть наших дворов в городе. Я видел, в каком плачевном состоянии находятся наши дворы. Я был на Олега Руссо, я был на улице Болгарской, которую я сегодня вам говорю неоднократно, что 30 лет там никто ничего не делал. Там никто не может выйти, там дети наши играют и ломают себе, к сожалению, ноги, понимаете. Поэтому я говорю, давайте начнем постепенно что-то делать. И мы начали делать, вы это, дорогие бельчане, видите, что мы начали делать. Я понимаю сегодня вашу критику, но, наверное, не критикуют тех людей, кто ничего не делает. Других, которые были до 2015 года, не критикуют, знаете. Но нас сегодня критикуют, значит, мы делаем. Я вам обещаю, что мы будем продолжать в этом же, как мы начали наши запланированные все дела по дорогам. Мы будем их продолжать, мы не будем останавливаться. Надежда с тревогой спрашивает, к кому обратиться с вопросом по борьбе с клещами. Мы живем по улице Телевизионной, рядом посадка и высокая трава. Каждый день вытаскиваем из детей по 3-4 клеща. Помогите, мы не знаем, к кому обратиться, везде от нас окрещаются. Обратиться надо в Центр общественного здоровья. Естественно, они должны были сделать заявку, обработку. Мне просто сложно связаться с Надеждой. Обращалась ли она в Центр общественного здоровья, то, что раньше называлась санпедомстанцией. Если, Надежда, вы туда не обращались, то позвоните, пожалуйста, и уточните. Но это вопрос Центра общественного здоровья. Целый ряд вопросов от Людмилы. Нет разметки пешеходного перехода, тротуар заделали не до конца. От Каля Ешелор 107 до остановки. Ночью устраивают ралли, машины подъезжают с музыкой, никто не принимает мер. Также на остановке Восход в сторону Центра понастроили ларьков. Нет нормальной остановки. Люди помещаются под навес во время плохой погоды. То есть не помещаются под навес. И там, где магазины Топольницкого, ходить невозможно. Яма и лужи. Уважаемый Николай Николаевич, может есть возможность приехать и пообщаться с нами. У нас очень много вопросов накопилось. Оставлен номер телефона. Людмила, я был у вас в предвыборную кампанию. Да, естественно, я вырос. Восстановка Восход, всё. Моё детство прошло. Я ходил в школу через остановку Восход. Детский сад меня мама водила через остановку Восход. Она всегда была для меня, ну, в моём детстве открытой, как нормальная остановка. То, что происходит сегодня, ну, Людмила, вы должны, давайте, быть откровенными, что это не вчера, Григоришин сказал, и там появились эти все ларьки и магазинчики. Это появилось, наверное, минимум лет 15 назад. Ну, может, 10 лет назад. Естественно, наверное, у людей есть разрешение на строительство, акт водоэксплуатации. Естественно, что я могу проверить законность построек на данной остановке. Это я проверю, я вам обещаю. Дорогие телезрители, время нашей программы подходит к завершению. Но у нас ещё есть несколько вопросов, на которые, Миколаевич, вы ответите. Виталий Стоян, Фейсбук. Когда на стадионе будет включено освещение? Это блиц-вопросы, блиц-ответы можно. Когда будет включено освещение? Да, на стадионе. Тогда, когда Федерация футбола закончит подключение к... Там есть план мероприятий, в котором участвуют и муниципи, и федерации. Сейчас мы ждём на этапе того, что от Федерации футбола должны прийти документы, в которых я должен принять данные мачты, плюс подключение к электроэнергии, чтобы их зажечь. Там есть процессы, которые влияют, Виталий, не только от премарии, но и от тех людей, которые этим занимаются. Круг, Виктор. Добрый вечер. По проспекту Победы ямочные работы будут производиться? Проспект Победы. То, что запланировали ямочным ремонтом, мы будем производить. Но хотел бы напомнить, чтобы отремонтировать проспект Победы, надо 4,5 миллиона евро. И то, что люди, кто-то там обещал сделать данную улицу, это всё враньё. Максимально мы приложим все усилия, чтобы ямочным ремонтом была она отремонтирована. Ну, вы же сами знаете, какие там есть ямы, что там надо делать капитальные вложения. Вот вы сегодня говорили о счётной палате. Вот видите, как бы казалось, мы хотели сделать набережную. Да, но вот сегодня у счётной палаты есть замечание, что эта улица из текущего ремонта перешла в капитальные. Замена бордюров, покрытия. И то, там уже есть ямы и выборы. Ну, там не закончили. Это вот здесь, этот кусочек перед стоянкой. Там будут продолжены работы, когда освободится техника и люди. Но по проспекту Победы давайте я конкретно посмотрю в плане и смогу вам ответить. Колеса ЛС-7 спрашивает Валентина, будет ли установлена детская площадка. Если да, то когда ближайшая через проезжую часть боимся за детей? Детские площадки. Ну, опять же, видите, у нас заканчивается эфир. Я бы вам больше рассказал про детские площадки. То, что сейчас на данном этапе выиграл коммерсант, который изготавливает детские площадки, господин Лемешев. Выиграл он шесть детских площадок на установку. Но сроки были уже продлены до 1 июля. До сих пор ни одной детской площадки в городе на тех объектах, где было запланировано, не установлено. Потому что, знаете, как в том анекдоте, там танцору что-то мешает. На пустыре он говорит, я ставить не буду, хотя не я определяю, где ставить площадку. Это было определено прежде всего жильцами дома. Я сейчас конкретно говорю о улице Аргеевской, это на Кишиневском мосту. Там собрался был сход граждан. Там собралась улица Гагарина, Гечевская, примыкающая с Кишиневского моста. Было очень много людей на данной встрече. Это было год назад ровно. И люди определили местоположение в районе профилактория. Но будем так говорить, что это пустырь. Да, естественно, когда начнут устанавливать детскую площадку, мы поставим забор от проезжей части, чтобы там большое скопление детей могли себя нормально чувствовать. Но данный коммерсант, он был у меня в кабинете, я думал, он начнет и приступит к работам. Данный коммерсант что-то сегодня ищет, какие-то отговорки. Я не могу понять, какие, но я бы хотел его предупредить, что в договоре есть и штрафные санкции, что он будет оплачивать эти штрафные санкции. Потому что из тех шести объектов, которые он должен был установить, да, он говорит, два объекта надо планировать. Земельный участок, чем займется ЖКХ. Но четыре объекта нормальных, которые можно было уже начать, но до сих пор он не приступил к данным видам работы. Что касается конкретного адреса, я вам скажу, что сейчас будет на следующей неделе опять тендер на 1 миллион 700 тысяч. Там уже 40 адресов детских площадок. И, конечно, я говорил и буду говорить, знаете, мое видение, чтобы выигрывала фабрика, которая изготавливает детские площадки. Не просто компания, которая мне заверила, что мы изготавливаем. А мы приехали и ни одной площадки нашим специалистам не смогли подказать в готовом виде, понимаете? То есть они готовят? Я не знаю, где они готовят, но я сегодня не готов ответить. Я уже хочу посмотреть площадки господина Лемешева, где они будут установлены. Пока, если только слышал одну критику в адрес ЖКХ, в адрес БИО, там ровный участок. Да, согласен, участок надо планировать. Спланируют участок, но не так, как господин заявил, что должно быть освещение, покрытие, там еще что-то. Пускай установят, а мы уже дальше завершим. Покрытие, освещение, забор. Это будет уже наша проблема, а не господина... Тем более, что покрытие, вы уже говорите, Анна Борисовна докладывала на последнем совещании с коммунальными службами, что они в одном из дворов уже делают не совсем покрытие, как мы говорим, как нам хотелось бы видеть, а из Грайве или из... Совершенно верно, из Гальки. Из Гальки. Да, я сказал, делать такие покрытия, это не травмоопасно, потому что я беседовал с гражданами по улице Ливаневского, 47. Там собрались и молодые мамы, и взрослые бабушки. Но в том состоянии, в котором установлена была детская площадка, естественно, это неприемлемо. Горка расположена из... Я говорил уже и на коммунальных службах, в совещании, я сделал замечание руководителю, что детская горка, в основном, оттуда торчит булыжник, как можно кататься, на что мне сказали, что она не завершена. Но если она не завершена, надо было завершить еще тогда, когда устанавливали. Но сейчас мной было вызвано распоряжение, что касается директора предприятия Проскан, она должна в срочном порядке устранить те недостатки, которые были упущены при монтаже детских площадок. Где надо покрыть покрытием, покрыть покрытием, где надо добавить игровые элементы, как в случае Белуусова, 47, да, там не позволяет размеры добавить больше элементов, потому что маленький кусочек отведен под детскую площадку, но сзади дома добавили там большая детская площадка, я точно не помню адрес, но сзади Ливаневского, 47, внутри домов. И также здесь я вижу, тут один элемент можно добавить, там как балансир, к примеру, или как качеля, и это будет нормально. То есть госпожа Пороскан должна вернуться к этому вопросу. Николай Николаевич, 18 осталось последнее число, это более 18 мероприятий, которые были у вас запланированы на эту неделю. Конечно, их было больше, но тем не менее, 3 было дня, которые можно назвать праздничными днями. Это у нас 14 июня, Международный день доноров крови, это 15 июня сегодня, это дата 129 лет со дня смерти Михаила Нескуя, и 17 июня профессиональный праздник медицинских работников и фармацевтов. В преддверии дня и праздничного дня медицинских работников и фармацевтов, что вы пожелаете? Вы знаете, прекрасные люди, врачи, медсестры, обслуживающие персонал нашей больницы, всех медицинских учреждений. Вот я сегодня, когда поздравлял их в центральном нашем ДК, у меня мурашки шли по телу от того, что вот люди, никто не замечал, никто не обращал внимания до 2015 года до нашей больницы, что творилось у нас в муниципальной больнице. Сегодня, слава Богу, мы там наводим порядок, и вы, наверное, все видите, что убрали этот базар, который был в фойе первого этажа, выделили деньги и на реконструкцию первого и второго этажа, прекрасно выделили в прошлом году деньги под стоматологическую нашу клинику, в этом году выделили под фасад стоматологической клиники, выделили на перенос перенетального центра отсюда, из центра в нашу больницу, 12 миллионов лей. Все прекрасно. Но сегодня, если вы заметили, по городу, если кто-то уже ездил, до завтрашнего вечера должны развесить баннера по нашему городу. Это было мое распоряжение, потому что у меня есть много друзей-врачей. И вы знаете, это герои. Это герои, которые для них... Для меня это подвиг, вот как на военных действиях. Для них это стала обыденная жизнь. Они совершают чудо, когда спасают человека, понимаете, от смерти. Что самое главное у человека? Это жизнь. Это жизнь. Кто у нас стоит на страже нашей жизни? Это Господь Вог и врач. Врач сегодня как пограничник. Он охраняет рубежи нашей Родины. Он охраняет сегодня наши жизни. Вы понимаете, я преклоняюсь перед этой профессией. Я преклоняюсь перед врачами, медсестрами, перед санитарками, перед техническим персоналом. Ну, перед теми, кто обслуживает сегодня наши медицинские учреждения. Я сегодня поклонился им в зале и говорю, спасибо вам, что вы выбрали эту профессию. Но я говорю, они сегодня одни, как пограничники. Вот это люди с большой буквы. И когда я принимал решение, что в городе наших врачей, медсестр, должны знать люди в лицо, и вы, наверное, кто ехали вечером уже после работы, видели, что на всех центральных местах я дал распоряжение развесить баннера с изображением наших докторов и медсестр. Это будет и при въезде в городе всего 20 таких больших будет баннеров. Чтобы люди видели наших героев и знали их в лицо. Вы понимаете, я говорю искренне. Еще раз говорю, я поздравляю с этим днем. И я счастлив, что у меня есть друзья, врачи и заведующие отделения, и прекрасные люди. Но у меня нет слов. Я просто хочу поздравить с этим праздником. И спасибо им огромное, что они выбрали эту боевую профессию, и что они стоят у нас на страже нашей жизни. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Таковы были итоги недели, которые мы подвели сегодня вместе с примаром муниципия Николаем Николаевичем Григоришиным. Будьте счастливы, здоровья. И, конечно же, всех вас, врачей, фармацевтов, и всех-всех-всех, кто связан с медициной, с праздником. Сил вам, терпения, мудрости и желания работать здесь, у нас, в родных пельцах. До свидания.